Добрый вечер, добрый день, уважаемые телезрители живого телевидения. Сегодня у нас в студии в программе Booking не совсем обычная передача, потому что обычно мы проводим беседу с писателем или поэтом, критиком или философом, который рассказывает о своем творчестве, о своих взглядах на литературу и на культуру вообще. Но сегодня у нас передача отличается по своему формату, и я вам представляю, во-первых, вот этот замечательный альманах «Словесность-2009», но само название говорит о том, что это последний альманах «Союза литераторов России». Здесь присутствует бессменный председатель 1988 года «Союза литераторов», замечательный поэт и прекрасный переводчик Дмитрий Цисельчук, которому я сейчас передам слово, для того, чтобы он сказал несколько вступительных слов о идее этого альманаха и о его конструкции, концепции и несколько слов об участниках альманаха. Можно, Дима? Да, да, конечно. Ну, с 1988 года – это когда ввели бы слово «правопреемственность», потому что тогда мы назывались по-другому. В 1988 году мы назывались «Комитет литераторов в приливе фонда СССР». Потом вот из такого комитета мы сделали экспериментальное творческое объединение «Комитет литераторов». И уже потом «Союз литераторов РСССР» и самая последняя стадия «Союз литераторов России» или «Российской Федерации». В те годы, конечно, тоже была издательская деятельность, но вот таких альманахов нам тогда выпускать не удавалось. По многим причинам. Тогда как бы и книги недорогие были, и вот выпустить дорогой, хороший альманах, как это считалось, не принято. Но постепенно времена шли, всё менялось. Мы отточили перо на альманахе, который назывался у нас «Вектор творчества». И вот последние три года стали выпускать альманах «Словесность». Ну, первая книга, мы благодарны за это, за рабу Константиновичу, она делалась в его типографии, а вторая, третья, вот уже мы делаем сами. Вот выглядит книжечка таким образом. В ней 170 страниц и 115 авторов. Вот такое количество авторов в такую книгу не должно было бы уместиться, но у нас есть новый раздел «Антология одного стихотворения». Вот в этот раздел мы отобрали стихи по одному стихотворению от поэта, от каждого поэта. Ну, там есть и люди, которые у себя хорошо в регионах известны. Вот. Москвичей побольше, вот так вот получается, исторически москвичей больше. Но, тем не менее, замечательно представлены Кострома. Вот, там, Рязань, Орел и другие регионы. Ну, площадь тель-монаха не позволяет туда помещать всех авторов, поэтому ряд авторов будет издан и уже издается вот в таком приложении. Вот никто еще его не видел, но вот первый раз показываю. Что-то похоже на Огоньковское. Да, идея была у нас сначала сделать, как это когда-то делал Огонек. Но то же время прошло, и мы решили сделать что-ли более стильную книгу, она побольше по размерам. Вот, например, Наталья Рожкова. Помимо названий, вынесенного на обложку тем, кто по-русски видит сны, здесь есть еще и сама серия приложения к альманаху словесность. Союз литераторов России, визитная карточка литераторов. Ну, и чтобы действительно была визитная карточка, мы на последней странице поместили визитку. Вот визитку с фотографией, показываю всем, кто еще не видел. Ну, а редколлегия отбирала тех, кто по какой-либо причине задержался с новой книгой, тех, кого хорошо знают в Союзе, или кто хорошо стартовал. Вот, скажем, Рожкова – это председатель секции поэзии, а Артемова, вторая книжка, которая вышла, она зауч в так называемой Окшфордской школе, где диплом об английском языке выдает британский совет. Ну, а все остальное, конечно, как в обычном аттестате, обычный аттестат зрелости. Вот ей сделали книжку. Книжка Владимира Новикова. Это литература вед. Масон последнего градуса, до недавнего прошлого. Недавно вот над ним сломали шпаги, он перестал быть масоном официально, но вот этот запас знания, он, конечно, остался при нем. Вот одна из его работ – «Хозяйка красного рога» или «София 2». Это о жене одного из толстых. Толстых было много. И Иосиф Рабинович. Человек, который открыл место залегания Челюскина. Поэт, публицист, прозаик. Вот здесь под названием «Черный ящик». Вот еще такая книга. Еще готовится несколько книг, и в ближайшее время они выйдут. Ну и поэтому как бы «Альманах словесность» расширился за счет этих авторов. Допустим, они, каждый из них представлен одним стихотворением в антологии одного стихотворения «Ноут», плюс такая книжка. А открывает «Альманах» у нас Юлия Красовская. Один из наших молодых авторов, но уже очень опытных. Она имеет две опубликованные книги-прозы и две книжечки у нее на подходе. Причем она как бы задает вот ноту главную. Вот еще до того, как мы перейдем к этой теме, я хотел бы немного остановиться на конструкции «Альманаха», потому что когда я с любопытством смотрел вот этот номер «Альманаха», мне показалось, что он очень напоминает то, что вот я читал в архивах и видел «Альманахи» дореволюционные до Октябрьской революции по своему составу и по тому, как отражен современный литературный процесс. Ну вот тут, скажем, есть такие традиционные, можно сказать, разделы, как проза и поэзия, повести и романы, семейное чтение, между прочим, дебют, мемория, наследие, имена и символы эпох, из неопубликованного, мастерская, рецензии, публицистика и другое. Вот такого рода обзорных «Альманахов», где представлены структурированные разделы литературы, я, честно сказать, в последнее время не встречал. И мне кажется, это достижение. Это даёт представление и о литературе, и об общественном процессе современном, который её отражает, о мышлении людей. И вот я поэтому хотел спросить, Дмитрий Юрьевич, вы написали здесь краткое предисловие в мемориях об Андрее Голове. Не можете ли вы сказать несколько слов об этом поэте, уже ушедшем? Да, действительно, Андрея с нами больше нет. Ну, я не только его хорошо знал, вот его жена, которая, надеюсь, сегодня у нас ещё подойдёт к следующему мероприятию, она была моей ученицей, я вёл халитов-бригантина, и как-то так меня ученики уговорили заехать в Голову, который страдал болезнью миопатии формой РБМ и сам передвигаться не мог. И мы ряд занятий стали проводить у него. Дело завершилось браком, вот. А Андрей написал массу замечательных стихов, вот в связи с тем, что как бы его участь инвалид, она была облегчена свитой помощью, она его верная соратница. Ну, что я могу сказать, что когда у нас в 1991 году я оставил его книгу в Лондоне, вот на Конгрессе, по-моему, он лишь сам, и к нам вступил Иосиф Бродский, Андрей написал посвящение Иосифу, и оно здесь, в этом лимонахе, опубликовано. А я в небольшой преамбуле написал о том, что Иосиф Первый и Андрей Первозванный. Вот как-то так эти поэты стоят в ряду мировой русскоязычной поэзии. Они стоят рядом. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Я, если позволите, немного позже попрошу вас прочесть свои стихи, если вы не возражаете, конечно. Ну, маленькие. Маленькие, да. Ну, и теперь мы, наверное, перейдем к Юлии Красовской. Вы написали, я не знаю даже, как назвать это по жанру, вот такой рассказ «Спасмертный разговор со Сталином». Ну, рассказ это условно, потому что я не знаю, в действительности, как назвать. Я когда читал ваш рассказ, то мне пришло в голову, что... Ну, когда-то Корки написал вот это Сосо «Чёрный человек». Может быть, вы помните, во всех театрах шло в начале перестройки. И вообще про Сталина очень много всякого сочиняли художественного. Ну, фигура очень заметная. И когда я Коркию спросил, я говорю, а вот там он, когда обращается к Берии, он говорит всё время у Корки Лаврентий, не шурши. Ну, предполагается, что Лаврентий Павлович стоит где-то там за занавеской, и всё это дело регистрирует. И, в общем, я его когда спросил, я говорю, а вот откуда ты всё это взял? Он мне говорит, знаешь, об этом ничего вообще не известно, всё же это было секретно, поэтому можно писать всё, что хочешь. И когда я прочёл вашу вещь, то я понял, что это вот тоже из такого предполагаемого нечета. И мне пришло в голову, а можно ли вообще что-нибудь сочинить ещё о Сталине в художественном плане, чтобы уже не было написано. Ну, после вас просто все идеи увяли. Я подумал, что можно, потому что если создать голограмму Иосифа Виссарионовича, и вот поместить его, например, за наш стол, то в этом случае это будет новое слово в литературе. Но я вас прошу рассказать, вот как вам пришло в голову вообще написать вот такую вещь? И кратко рассказать о том, ну что, вот о чём этот рассказ, любопытный очень и симптоматический, мне кажется, для нашего времени. Сейчас же разделились многие, да? Я поняла вас. Я поняла. Просто Сталин – это такая фигура яркая, что бы о нём ни говорили, как бы по его смерти там ни ругали, и что бы там такое ни происходило. Вы понимаете, как сейчас интересно из нашего времени, вот из нашего дня представить себе его за нашим столом, как бы и кто бы, о чём его мог спросить? Вот у кого какие вопросы к нему могли бы быть? Это же очень интересно. Это то, что уже, ну, чего нельзя, ну, что не получится, конечно, ни у кого на этом свете. Вот. Но мне просто стало интересно попробовать поговорить с ним устами другого человека, устами моего героя. Просто как фантазия, как, знаете, вот о вреде позднего ужина. Вот человек поел перед сном плотно, ему снится кошмар, и в кошмаре вот ему явился Сталин. О чём ему можно задать вопросы? Какие вопросы? Мне самой интересной просто стало. Но он ему вообще никакой попал вопрос задаёт. Ваш же герой, как я понимаю, он выяснил, что его дедушка, я не помню, или отец, или дедушка, был репрессирован и расстрелян. А дело происходит у вас на том свете. Вообще этот герой как бы умер. Мне очень жаль было, что взяли в конце и сделали его просто спящим. Лучше бы оно и осталось так, что непонятно, спит он или не спит, или всё это в действительности происходит. Йосиф Юсарионович живой, воплоти, явился, и вот он вызывает себя, а потом говорит ему в конце. Что он ему говорит? Он ему говорит расстрелять, вызывает охрану. И приказывает расстрелять уже вашего героя теперь. И некий виртуальный Сталин, получается, расстреливает... И оттуда тоже продолжает этим. Нет, он там занимается по привычке. Он по привычке в рассказе ест, по привычке пьёт кофе. Но оно всё безвкусное, поскольку на том свете ничто не имеет вкуса. И он сидит в своём кабинете, и всё делает по привычке. И по привычке же и расстреливает. Но любопытно нет. Делит себе. Любопытно, вот когда ваш герой задаёт вопрос, как ему Сталин доказывает, что надо было расстрелять его предка. Вот это любопытно. Я вообще удивляюсь, как вам пришло это в голову при такой жизнерадостной внешности. Вот как вы до этого додумались? Мне просто интересно, люди, которые оставили след в нашей истории, они не могут не быть интересными. И естественно, что со многими мы уже не можем поговорить, мы не можем их увидеть. Но очень хочется хоть как-то прикоснуться к ним, вот хотя бы таким вот образом, прикоснуться и побыть с ними, наверное, поговорить, это как диалог. Ну, профессор Гроф утверждает, что можно общаться, трансперсональная психология вообще. Ну, так ты умеешь. И в трансовом состоянии, пожалуйста, можете с Оси Виссарионовым пообщаться. А мне сказали, что пришла Надежда Агеева. Ну, я вас попрошу, вы присаживайтесь к нам поближе. Я вам сейчас... Я вам сейчас... А, расскажите. Ну, вот, любопытно, что все безвкусное, кофе безвкусный, и делает он все это автоматически, но расстреливает с большим удовольствием. Так как вкуса и удовольствия нет. Вот. И что характерно, вот в предыдущем, в слове «Словесности» 2007, есть рассказ старейшего члена нашего союза, Прибыткова Владимира Сергеевича. Рассказ называется «Охотничек». Он о стратегических «выдающихся» способностях Иосифа Виссарионовича. В чистом поле новый набор полка в очередной раз должен в 10 утра встать и пойти в атаку. Его, естественно, выкосит, наберут новых, и они встанут в чистом поле и пойдут. Но так вышло, что выкосили и командира полка, и майор возглавил этот полк, а он был хороший охотник. И он на свой страх-риск, это при Сталине-то, 7 часов, когда был самый густой туман, поднял своих ребят, они прошли это поле, заныли первый ряд траншей, и еще на 30 километров выдвинулись. Вот. Это случай, который Владимир Сергеевич описывает. А сейчас он пишет о первых месяцах войны. И его роман называется «Обреченный». Он пишет о том, что сухие цифры, когда из 100 человек остался один живых, говорят о том, что Сталин вообще не был никаким стратегом. Так воевать нельзя. И то, что вот молодые люди, а вы, конечно, молодое поколение, что эта тема вам показалась интересной, да еще в год, в юбиле Сталина, в Сталинский год, который отдельные люди будут отмечать. Это здорово, потому что точное описание, ну, может быть, Юрий прав, в каком-нибудь другом варианте хорошо было бы остаться на том свете, но здесь я бы даже сказал, что вот это просыпание, когда он проснулся и увидел, что ничего этого нет, ну, это же все было. Никуда это не выкинешь. Вот поэтому с удачей. С удачей мы этим открывали альманах, как бы задавая камертон, такое вот звучание. Виталий Ильич, ну, если позвольте, мы перейдем к следующему нашему участнику, вот к Надежде Агеевой, которая только что пришла. вы опубликовали, ну, достаточно проблематичную с одной стороны, а с другой стороны, симптоматичную статью. Я не знаю, что вас побудило заняться этим ликбезом, потому что вы описали практически, ну, нельзя сказать, что это виды критики, но некоторые разновидности литературы сейчас малоизвестны. Ну, есть и известные, конечно. И вот эта проблема, которую вы касаетесь, об отсутствии критики в современной литературе, она, конечно, назрела, но непонятно, для кого будет адресована критика. Вот в одном... Вы тут описываете разные жанры, которые можно отнести к критике, исходя из того, что критика – это то, где критикуют, так или иначе, или где присутствует юмор или сатира, потому что эссе к критике, мне кажется, мало относятся. Ну, и некоторые другие жанры тоже не являются критическими, но это не важно. Важно то, что, я думаю, что большинству читателей, которые прочтут это, это неизвестно. Но тут фоном стоит некая инструкция. Инструкция для литератора, который хочет написать что-то критическое. И тут прямо вы излагаете подробно структуру разных критических жанров. И за этим стоит фоном некий редактор, которому адресуется. Вот если вы отдаёте редактору, то нужно сделать так, то синопс нужно вот так-то написать, для того, чтобы он принял. А если этого не сделать, то он просто выбросит это в корзину или передаст какому-нибудь другому сотруднику. Так вот, вот таким образом действительно построено, к сожалению, современное издательское дело. И оно ориентировано не на творческие образцы и на то, что редактор ничего не хочет читать. Это просто чиновник, который сидит и по определённому принципу выбрасывает в корзину или же пускает в производство. Это некий производственный процесс, на который автор должен ориентироваться, когда он составляет свои синописы, аннотации и прочее. Это приводит к тому, что литература становится всё более и более бессодержательной в зависимости от того, кто там сидит за этим редакционным креслом. Но литература никогда так не развивалась. И редактор в хорошем случае не читает синопсисы, а он ищет интересных литераторов, которые должны создать ему тираж и должны создать представление у читателей о том, чем является на самом деле литература. Вот как вы всё-таки объясняете, почему вы ориентируете и писателя, и критика на какого-то там редактора, на чиновника? Сейчас в наше время очень сильно развито такое огромное информационное поле, как интернет. Наша передача – это не исключение, а только подтверждение данного. Сейчас в сети существует очень много литературных порталов, существует очень много блоков, где каждый человек может высказывать то, что он хочет, и так, как он хочет, и показывать всему миру свои литературные, художественные и другие какие-то произведения. Это, с одной стороны, очень хорошо, это очень здорово, но стоит задать такой вопрос. А кто в школе в восьмом классе не творил на задней парте, не писал стихотворения любимой девушки? Наверное, таких нет у людей. Все пытались рисовать, все пытались писать, все пытались творить и так далее. Сейчас с развитием интернета каждый практически человек, которому 13, 14, 15 лет, или же 60 лет, имеет возможность свое произведение опубликовать, и его увидят достаточно большое количество. Но есть и обратная сторона медали. это так называемая графомания, если можно так выразиться. В интернете очень много появляется пустых, неинтересных произведений, где талантливый человек может потеряться. К сожалению, ни один редактор не может отследить портал стихии.ру, или литру, или жж, на предмет того, хорошее произведение или плохое произведение. Также сейчас в сети появляется огромнейшее количество литературных комплексов. Я, как бывший редактор одного такого творческого портала и редактора «Льмонаха фантастики», могу сказать, действительно, это очень тяжело отобрать, особенно молодых, талантливых авторов. И, к сожалению, очень многие авторы сталкиваются с негативной критикой на литературных порталах. Вы имеете в виду, где просто ругают? Да, да, да. Кто-то организовывает литературный конкурс, человек выставляет на заданную, например, тему своего произведения, на заданных условиях, и дальше огромное количество других участников или просто людей начинают рассказывать, почему произведение хорошее или плохое. И, к сожалению, на таких конкурсах чаще всего произведения ругают. И человек расстраивается, но ругают неконцептуально. Имея опыт проведения и участия в качестве редактора вот как раз-таки в таких конкурсах, я и сделала эту статью для того, чтобы люди могли правильно, вкусно преподать своё произведение для читателей, а те, кто пытаются ругать, могли бы сделать правильную конструктивную критику. Согласитесь, такие известные журналы, как «Мир фантастики», известные журналы, как «Если» и многие вообще другие публикуют критические рецензии, критические статьи и так далее. Но большинство статей, которые сейчас выходят от, опять же таки, молодых авторов, я не беру старую школу литераторов, а именно молодых авторов, сводятся к пересказу, просто к пересказу рассказа. Может быть, к сравнительной части между одним автором и другим автором, но это не является полноценной критикой. Поэтому очень тяжело определить, какое же это всё-таки произведение. И мне кажется, что если люди хотят работать над своими ошибками, если люди хотят исправлять свои литературные произведения, они и хотят получать конструктивную критику в ответ на своё произведение, а не просто понравилось, не понравилось, или моё произведение лучше. И это аксиома. Знаете, вы мне что напомнили? Вы родственная душа, потому что вы человек молодой, а я вот в вашем возрасте тоже пытался сделать подобное, потому что я начал по какой-то причине непонятной ходить в молодёжное объединение при Союзе писателей. И вот там я наблюдал такую картину, что все ругают друг друга. И ругают очень сильно, и беспощадно. И всё это, а поскольку там сидит ответственный представитель от уже большого Союза писателей, и сидит какой-то редактор, который газеты там или ещё чего-то, где можно опубликовать свои произведения, то эта ругань направлена на то, чтобы сказать, что вот ты плохой, а я хороший. И я тогда этого не понимал, а мне казалось, что так делают, просто потому что вот как и вы. потому что не знают, как надо делать. И я взялся читать научную литературу на эту тему, и каждый раз приходил и докладывал им новые данные по поводу того, как нужно общаться в литературном обществе. Но, знаете, мне это вскоре надоело, потому что я понял, что совершенно невозможно людей переучивать, взрослых. А они всё равно продолжают делать то, что они делают. вот те, кто так не делают, они либо уходят из такого общества, вот как с таких порталов будут уходить, и находят себе какое-то иное применение, и как-то овладевают азами техники, либо они просто бросают этим заниматься по той причине, что видят бесперспективность обращения к здравому смыслу. Вы, конечно, если вы это поместите в портале у себя, то это очень полезно, но я сомневаюсь, что они перестанут ругать друг друга. Хотя, конечно, вот я сейчас призываю просто, уважаемые поэты и писатели, не ругайте друг друга, даже если вам кажется, что что-то ну, просто из ряда вон плохое, или, как они там пишут, более грубо. Потому что, на самом деле, делая вот это действие, человек характеризует себя, в первую очередь. И так к этому и относятся ваши читатели. Когда они видят ругань, то они понимают, что это вот такой человек. Но вы же не можете научить того, кто ругается, писать культурно. Безусловно, мы не можем научить того, кто ругается, писать культурно. Но мы можем сделать, во-первых, от себя всё возможное, а во-вторых, любая критика должна оставаться критикой и приносить свои плоды. В каждой шутке есть только доля шутки, в каждой ругании есть доля правды, наверняка. Поэтому, если человека ругают, нужно задуматься всё-таки кому-то, а почему, и не бросать это дело. То, что люди, по крайней мере, начали интересоваться критической статьей, которая практически исчезла, рецензии, синопсис, да, их пишут очень часто, потому что это необходимо для продажи литературного произведения. Критических статей очень мало выходит сейчас. И если в начале XIX века ни одна книжка без критической статьи бы не вышла просто в свет, и это было очень важно, именно критическая статья, то сейчас все смотрят обложку и краткое содержание, тот же самый синопсис, на обратной стороне. Что может и не соответствовать. Да, что может, в принципе, не соответствовать. Быть просто рекламой. Конечно. Но с другой стороны, есть же и еще одна сторона интернет-порталов, которая также является очень важной. Это небольшое сообщество, которое хвалит друг друга, не только же ругают, а есть еще категория людей, которые хвалят друг друга. Тоже бессодержательно. Тоже бессодержательно, просто потому что мы друзья. Этого тоже достаточно. И, соответственно, если люди будут придерживаться хотя бы чуть-чуть каких-то схем для того, чтобы облегчить работу как редактору, корректору, точно так же, как и делать конструктивную критику для других, это поднимет уровень литературы. Ну, вы знаете, в этом я не знаю, как Дмитрий Юрьевич думает, но мне кажется, что в этом можно сомневаться по той причине, что критика это не собственная литература, это уже вторая производная литература. И в критике критика кому-то нужна. И в первую очередь она нужна тем, кто создает культуру вообще, как таковую. И она нужна потому, что управляющий субъект заинтересован в том или ином человеке культурном с такой-то культурой. Культура всегда присутствует, только она разная. Она либо такая, либо другая, либо еще какая-то. И вот заинтересованность в том, какова должна быть культура, каков должен быть культурный человек, она приводит к тому, что, например, в Великобритании правительство оплачивает критиков даже самых мелких. И поэтому их там развелось очень много. И они постоянно занимаются тем, что они выискивают авторов, можно по телефону, если хоть одно стихотворение опубликованного поэта, можно еще новое его заказать по телефону и тут же автомат прочтет. Понимаете, это все создано для людей. Но в этом кто-то заинтересован. Если мы просто призываем, ну давайте писать хорошую критику, давайте мы ее будем сочинять, кто за этим последует. Я не вижу здесь экономического интереса никакого. Каким образом человек захочет, он, вот вы как правильно пишете, они все ушли в глянцевые журналы. Потому что там что делают? На самом деле даже в глянцевых журналах платят очень мало. Могу сказать как факт. Но все-таки платят. Там платят, да. Но есть еще сторона. Те, кто пишут критику, как правильно в глянцевые журналы, потому что там платят мало, пишут ради того, чтобы опять же ахарить чужое произведение и поднять свое произведение или своих друзей и сделать его лучше. К сожалению, такая ситуация есть. Также есть такая больная тема для всех, кто пишет, как мы затронули финансовую часть. Как говорится, самый трудный отдел для любого писателя это экономический отдел того или иного издательства. Потому что даже какое бы замечательное произведение у вас не было, если вы неудачно попали в какую-то серию, которая по тем или иным произведениям закрылась, предположим, на вашей книге, а это был ваш дебют, или же эта книга осталась лежать на полке внизу, где-то там, то экономический отдел в следующий раз пройти будет очень тяжело такому автору. Это практически, не сказать, что крест, но шанс очень маленький получить. и, к сожалению, если сравнивать о том, как оплачивали труды литераторов раньше и как оплачивают сейчас, тоже есть достаточно печальная, если можно так сказать, Это уже не о критиках, а вообще. это я говорю вообще о такой проблеме, из-за этого тоже качество литературы скатывается вниз. Скажем так, есть такой писатель Дмитрий Казаков. Человек может писать хорошие книги, но в год он вынужден выпускать 4, 5, 6 книг. Это просто потому, что он живёт за счёт того, что пишет. Так делают очень многие писатели. Можно написать одну книгу и сделать её, ну, пускай не гениальной, но, по крайней мере, чистой от ошибок, выверить весь литературный язык, сделать очень хорошее качественное произведение литературное. А можно написать 10 книг в год и продать их просто потому, что хочется кушать. Как бы здесь тоже есть и обратная сторона данной медали. Ну, это очень сложный вопрос, поскольку так сейчас функционирует книжная торговля, и всё это завязано с крупными издательствами, и с массовым потоком. Это всё такой конвейер, где работает машина, книгоиздательская машина, книгопродающая, книгоиздательская машина. Она на самом деле не ориентирована на просвещённого читателя, и машина может работать только тогда, когда издаются артефакты муклатурного характера, которые прочитывают и выкидывают в ворну. После этого в аэропортах, в самолётах, в транспорте читают. Всё меньше и меньше, кстати говоря. потому что уже само действие машины стало настолько стандартизированным, что можно, прочитав два или три произведения, можно уже четвёртый не читать, поскольку уже в принципе понятно, о чём там будет идти речь. И она сама себя изживает, но издасты работают само для себя и выкидывают весь свой тираж, как многие прежде известные журналы, такие как Дружба народов или Новый мир. Кто их читает сейчас и где их можно найти? Они есть в некоторых маленьких магазинах, но это всё макулатура, которая... ошибаюсь, но я не вижу здесь другой перспективы, кроме как кардинально менять полностью книготорговое и издательское дело. Не путём закрытия вот этих издаций, но путём финансирования и создания новых совершенно на другом принципе основанных. Есть очень богатый мировой опыт, когда правильно построенное книгоиздательское дело и редакционная практика и практика критиков, которая вас интересует, приводят к тому, что нация начинает интересоваться культурными проявлениями. И в этом собственно и состоит, как я понимаю, задача вызвать интерес со стороны читателей. Это задача критики. Потому что писатель, когда он сочиняет, он не должен думать, сколько ему там завтра заплатят, а он должен быть о том, как бы это хорошо сделать. Но он должен не думать о том, что ему нужно кормить жену двух, трёх, четырёх детей и тёщу. Вы говорите о том, что критик должен выживать, он должен есть и одеваться. Любой человек, который работает над искусством, должен иметь финансовую какую-то возможность для нормального существования. Ну, естественно, конечно, но тут не только в этом деле. Чтобы не превратиться как раз-таки в жертву, скажем так, сегодняшней ситуации, которая есть в литературе, как в интернете, так и в книге-издательстве. Ну, правильно. Говорить о том, как это сформировалось, мы сейчас не будем за отсутствием времени. Наверное, здесь нужно привлечь много людей, которые интересуются и разбираются профессионально в этом вопросе. Но факт остаётся фактом. Вот это положение сложилось, оно совершенно очевидное и утверждает о том, что администратор этим, ну, мягко говоря, просто не интересуется тем, что сейчас происходит в этой области. И не интересуется в первую очередь человеком, который получается в результате вот этого машинного макулатурного производства, родившегося из макулатурных изданий, когда приносили Лисковый и меняли на Анжелику, там приносит значит 20 килограмм одного, меняет там на 20 килограмм чего-то другого уже гораздо худшего качества. И потом вот этот спрос, который формировался в обществах книголюбов в партийных комсомольских и профсоюзных организациях, он и послужил основой коммерческой деятельности, которая у нас стала столь широко распространенной, поскольку это читали, вот приходили же, меняли, да, и вот то, что меняли, нужно выкинуть из текущей литературы, а вот то, чего читали, его нужно печатать побольше, потому что это приносит деньги, да, ну и все, и на этом процесс закончился, и вот он теперь работает в холостую, и вы являетесь в какой-то степени как редактор жертвы этого процесса, как я понимаю. Ну, в какой-то степени, наверное, да, хотя, если говорить лично про меня, я менее заинтересованна и являюсь жертвой, потому что мой основной заработок не является литературой. Ну, знаете, если вы не можете, будучи редактором и критиком, вы не можете сделать это своим основным литературным заработком, то мы говорим о серьезной литературе, как о дилетантской литературе. Конечно. Да, и в современных условиях преуспевают только дилетанты, преуспевают в том смысле, что они создают произведения, заслуживающие внимания. Они не могут стать профессионалами, потому что они не могут пройти вот через эти 10 книг, которые нужно сделать в год только для того, чтобы просто поддерживать заслуживание. А тут же встает вопрос о так называемых литературных неграх, которые пишут за кого-то. так же встает масса-масса вопросов. Я с вами не соглашусь насчет негров, по той причине, что эти негры существовали всегда. И в стране Франции это не мешает развиваться литературе, поскольку существует много другого. Вот Дюма, отец, у него там было этих негров, я не знаю, целый цех сидел и писал его эти бесконечные произведения. А он только создавал общую идеологию, можно сказать. И дело не в том, что есть такой Дюма у французов, да? У нас есть Дашкова. Ну, у нас может быть много что есть, но дело не в том, что есть, а дело в том, что нет альтернативы. Когда хочет серьёзный литератор, хочет войти в большую литературу, то для этого должна существовать альтернатива для таких людей. Помимо вот всей этой машины. Машина работает, у неё есть свои потребители и слава богу. Ну и на этом можно этот вопрос закрыть и заняться чем-то другим. Но вот другим этим почему-то никто не занимается. Несмотря на то, что вот наладили какой-то механизм, ну вот любишь читать макулатуру, пожалуйста, вот на любом прилавке. И сколько хочешь, в любом количестве. Хочешь тоннами читая, хочешь вообще просто так, ты листовый, вырывай листовый, как многие читают, он прочитает лист, чтобы не сбиться, знаете, вырывает его и выкидывает. Прочитает следующий, опять вырывает и выкидывает. И ни за что не собьёшься, понимаете, потому что того, что уже прочёл, в этой книге уже нет. и чтобы такого не происходило, нужно что-то делать. Вот ваша статья, мне кажется, в этом отношении ну небольшим, но всё-таки шагом вперёд вы обращаетесь к совести и обращаетесь к здравому смыслу тех, кто пишет всякие ругательные или хвалебные к вам обращения по поводу того или другого. Ну, скажем, в основном к молодым талантливым авторам, потому что те, кто уже начали писать, уже что-то выпустили, уже понимают, что их ждёт, они уже готовы к тому, что будут и плохие, и хорошие, и взлёты, и падения, и много-много всего. Да, конечно. Так они и думают, что будут во саду всякие взлёты, а в падениях они думают, когда эти падения уже, к сожалению, произойдут. а произойдут они в тот момент, когда вот окажутся не на столе чаще всего редактора, а на столе именно интернет-портала, который они первые, как самые доступные, они попробуют выложить его именно туда. Спасибо. Можно я передам микрофон Галине Ерофеевой и попрошу вас, ну, вообще, вы, конечно, можете рассказать о том, что вы опубликовали и о музее, но мне хотелось бы, чтобы вы рассказали то, что вам хочется, пользуясь тем, что это прямой эфир. Давайте я немножко расскажу. Значит, я наследница очень тяжёлого наследия. Это наследие писателя Венедикта Васильевича Ерофеева. Значит, быть наследницей очень непросто. И поэтому я считаю, каждый автор, более-менее стоящий, должен об этом думать при жизни. Потому что вот после смерти писателя прошло почти уже сколько? 20 лет будет, а до сих пор не опубликовано всё его творческое наследие. Венедикт Васильевич, конечно, был негром в литературе, как вот вы сейчас говорили. Вы не знаете не только у Венедикта Ерофеева, но он у блока ещё не всё на среде дневников. И у многих дневников. Он, вы знаете, он ежедневно вёл работу над литературой, выбирал, выписывал, давал оценку одному или другому писателю. То есть вот примерно такого вот формата, как вот эта записная книжечка, лежит почти 40 дневников в доме у нас. Мы с мужем подготовили к изданию два тома. Один удалось опубликовать, один до сих пор не удалось, хотя он готов практически. Но мы, конечно, делаем, может быть, полуфабрикат. То есть мы просто досконально выверяем тексты и всё. Нужно привлекать специалистов. Средств на это нет. Издатели на это тратятся, не хотят. Вот. То есть может быть, вот говорили, что много ненужной литературы, но я не думаю, что это ненужная литература. Во всяком случае сегодня очень многим тем, кто учится даже в каких-то филфаках и хочет профессионально заниматься литературой, это был бы очень полезный материал, как даже учебное пособие. Ну, вы знаете, это, безусловно, всё так, но вы, наверное, видели Михаила Кузьмина вот такие вот тома его дневников опубликованные в твёрдом переплёте. Не видела. И там всё про, значит, его «Лесбийская любовь», там и про все эти дела, вот на это находятся деньги, и это публикуется и большим тиражом, представь себе, и прекрасно издано. Там есть любопытные моменты, и Михаил Кузьмин, конечно, интересный поэт, но это ничего не говорит о том, что не надо публиковать других. Значит, если какие-то когорты общественные, какие-то общественные информации находят деньги для того, чтобы продвигать своих по каким-то причинам, ну, они бы ещё дневники Эдгарпо издали, да, но какое-то сообщество наркоманов, значит, я читал такую книгу одного исследователя английского, где он писал, он сделал вот такого рода альманах, правда, хорошо переплетённый, всё-таки американский, где он составил альманах из произведений писателей наркоманов, и этот альманах открывался произведением Эдгара По, которого мы знаем вот как классика американской литературы, но понятно, почему и вот в предисловии, которое он написал, вот сначала, значит, там выпьем вот этот наркотик, потом, значит, уколемся, потом сделаем ещё, это издатель пишет, вот, а потом уже можете читать вот эту книгу, значит, некая когорта людей, которые приверженцы наркотиков, издают своих любимых писателей, находят для этого средства, наркотики же находят, находят и на это, а вот, а вот если просто хороший писатель, то вдруг оказывается, что, и он не принадлежит никакой общественной информации, то вдруг оказывается, денег нет, ну вот просто нет денег, и всё, и не находится у нас ни меценатов, никаких, никаких общественных организаций, которые бы всерьёз этим интересовались, вот поэтому альманах словесность в этом роде хорошее исключение, он издаётся общественной организацией, и савторов не просит никаких денег, и делают, составляют этот альманах по своему разумению, так сказать, ну, здесь нельзя сказать, что здесь просто вот какие-то люди опубликованы, которые заинтересованы в чём-то конкретно, здесь широкое освещение всего литературного процесса, и мне кажется, вот вы именно на это и жалуетесь сейчас. Ну, в общем-то, вот публиковать в альманахе дневники, как бы это несерьёзно даже, а вот публиковать где-то в крупном издательстве, чтобы было доступно широкому писателю, вот это вот как-то и невозможно. Слушайте, Галина, вот так, ответьте честно-сердечно, вот у вас есть какой-то в этом экономический интерес, или же вы хотите, чтобы это было дошло до читателя, просто? Я хочу, чтобы это всё-таки до читателя. Ну, почему вы тогда не пользуетесь интернетом, может сидит редактор? Ну, интернет это несерьёзно, я не воспринимаю это как как интернет. Интернет это очень неинтересно. Вы сейчас в нём находимся. Да. Вы знаете, в интернете опубликовано очень много текстов Ерофеева, даже того, чего он не писал. Даже такие есть, но они все приписаны в интернете. Вы знаете, что это и кроме интернета существует? Да, но отслеживать это невозможно, поэтому я страшный противник этого интернета. То есть это, вот когда напечатано, это пресечь можно, а когда это интернет, там это всё... Невозможно пресечь никогда. Никогда, да. Я даже знаю человека, который написал второй том «Мёртвых душ», подписав Гоголь. Вот за Венедикта Васильевича написали Дмитрия Шостаковича и поставили в интернет. Поставили, да? Поместили, да. А сколько песен пели за Высоцкого, вы, наверное, помните, огромное количество. Да, поэтому... Это шрак... И никакого интернета не было. В интернете мы сейчас с детьми, у меня дети подрастают, внуки, стали думать о том, чтобы создать сайт типа виртуального музея. Потому что весь архив в общем-то лежит у нас дома. Все интересы Венедикта Васильевича знаем в основном только мы в семье. И, в общем, вот такая идея возникла. А чтобы опубликовать тексты как-то... Ну, не знаю. Я привыкла к книге. Вот, вы представляете, нас сейчас слышат многие люди и видят, я надеюсь. Но среди них могут найтись те, которые серьезно занимаются интернетом. И кто-то из них может вам сделать... Вы говорите, что вот у вас еще они подрастают, а уже есть готовые специалисты, которые это делают. Да. И может найтись кто-то, кто вам сделает такое предложение и скажет, ну, давайте, вот мы опубликуем. Вот вы хотите, а у нас все готово. И мы сделаем это профессионально, хорошо и красиво. Но опубликовать, вы понимаете, это же нужно даже вот все элементарно механически набрать эти тексты. Ну, набрать вы их не наберете за всю свою жизнь. Да, в моей жизни на это не хватит. Это очень трудная работа. Здесь нужно привлекать людей, а привлекать людей, значит, нужно платить деньги. Бесплатно работать не будет никто. А вы знаете, можно набирать, а можно просто сканировать и как фотографии помещать даже текст. Ну, можно, да. Для того, чтобы они не пропали. Да, это мы уже сделали дома. У нас это в электронном виде хранится. Значит, у вас есть большая часть этого музея в электронном виде. Да, вот мы и хотим сейчас именно этим и заняться. публиковать вот хотя бы так. Но, понимаете, рукописи, они не всегда читаемы. То есть, может прочитать. Иногда вот только муж сможет прочитать сын Виндикта Васильевича, потому что он чувствует отца. Он понимает его больше как-то. а многие просто поставят знак вопроса и не понимают, что там вообще написано. Рукописи. Ну, это касается любых рукописей, в том числе научных, художественных. Это всегда исследование архива, его приведение к виду публикации, это очень сложная идея. Да, потому что вот даже нужен специалист был по русской, ну, не просто по русской, по поэзии. То есть, вот выписана цитата в записной книжке, нужно найти, откуда это и кто автор. То есть, это сидеть можно годами расшифровывать. Ну, это кому-то. А есть люди, которые вам сразу скажут. Есть люди, которые скажут сразу, да. Вот Виндикт Васильевич был вот именно из таких людей. Ну, да, они продолжают существовать и, возможно, кто-то из них, смотря эту передачу или слушая нас в эфире, может быть, заинтересуется. Может быть. Потом я хочу сказать, открыли, открыты два музея. Значит, один в Кировске, один в Петушках. В этом году даже открылся третий музей народный в мае месяце. Вот Наталья Александровна была там. Он открылся спонтанно, без участия каких-либо государственных структур. Но музеи общественные. То есть, они висят где-то там на отделе культуры какого-то района. Частные музеи просто. Нет, эти музеи общественные. То есть, они не имеют своего расчетного счета. То есть, вот на базе музеев можно было бы заняться этим всем, привлечь людей и туда собирать какие-то деньги. Потому что обращается очень много зарубежных этих издательств. И они готовы платить. Но опять, кому платить? Нужно создать какую-то структуру, которая бы... центральный литературный музей вы с ними не общались? Вы знаете, да, я с ними общалась. Они мне сказали, Ерофеев нас не интересует. Просто не интересует? Да, вот перед юбилеем это было дело как раз. Я предложила строить выставку хотя бы. какой-то... А кто это вам такое сказал? Замечательные слова такие? Директор, ну, вот филиал, вот где современная литература, я уже не помню. То есть известность писателя не влияет? Нет, абсолютно. А, вам в Трудниковском? Трудниковском, это как раз вот. Это директор одного из филиалов? Да, да. Современный, хорошо, очень обустроенный, с прекрасным зданием музея. Да, да. С прекрасным понятием. Ну, я думаю, это все поправимо. Не, ну, ну, Ерофеев, вот, понимаете, он был народным писателем, и он ушел в народ. Вот эти вот какие-то народные музеи возникли. Один вообще, вот, последний музей в Москве, в Царицыно, возник летом совершенно спонтанно. Ну, знаете, мне это кажется симптоматичным и очень даже правильно, что они возникают. Да, он не был звездным писателем никогда, вот у которого там много томов и много издателей. Ну, то, что такие музеи возникают, это очень хорошо. Да. И это естественный, нормальный процесс, так и должно быть. Хорошо бы еще, чтобы наш администратор не чинил препятствий таким музеям. Вот мы только что сталкивались и говорили с директрисой музей, меценат, как он сейчас называется, акционерный отдел. Меценатурный боготворитель, и жаль еще. А сейчас даже не понимаю. Вот, которых все время хотят как-то потеснить из помещения, и там и так уж так тесно, а вообще интересная экспозиция. И вот, когда появляются такие, снизу как бы такие тенденции, течения и даже дела, потому что это уже сделанные вещи, музеи, о которых вы говорите, то администратору, даже если он не понимает, для чего люди это хотят и делают, нужно как-то на это реагировать позитивно. Ну, раз хотят, значит, нужно это кому-то. Так надо понимать, да? Люди сами по своему почину все это делают, и им еще, кроме этого, чинят препятствия, вместо того, чтобы поддерживать. Ну, что, у нас в стране так уж, денег мало, что ли? Когда люди сами делают. Вот, Наталья Александровна немножко могла бы рассказать, как в Царицыно была памятная доска, установлено. Я, к сожалению, там не была, по семейным обстоятельствам, вот, но, тем не менее, вот, совершенно спонтанно возник музей. Это дом, где он в свое время скрывался, в 70-е годы. Там... Это в связи с публикацией, которую сделали за рубежом, да? Нет, нет, этот дом хотят сносить. с чем он скрывался? Он скрывался, да, после того, как его опубликовали. И он не знал об этом тогда? За границей, 76-й, 77-й год, вот эти вот годы. Суровые годы. Да, там давали ему приюты. И вот как раз в записных книжках я читала, как он приезжает, хозяйки дома нет, он влезает в форточку, то есть, была открыта немножко форточка, это уже по уговору с ней, он открывает окно, влезает в ее, значит, комнату, спит под тремя матрасами, потому что зима, холод, печь затопить он не может, иначе увидят. И через сутки она где-то приходит, а он сутки лежит под этими матрасами и ждет, пока она войдет. Вот была литература. Представляете, и человек писал, писал и писал ежедневно, то есть, записные книжки были все время у него с собой, и он, в общем-то, никогда не останавливался. И вот это вот все лежит мертвым грозам. Да, он такая харизматическая фигура, и он в то время был очень известен среди интеллигенции, один был из самых известных. Я лично не был с ним знаком, но у меня есть общая знакомая, это Седокова, Ольга Александровна, с которой он много общался. И вот его известность, как и Губанова, была достаточно широкой. В то время, по-моему, они дружили. Седокова они очень дружили. Да. Они дружили с ним много лет, и про нее как раз в дневниках очень много написано. По отношению с семьей Ахмадулиным СРР очень теплые сроки, записанные поездкой в Переделкино, и о том, как они помогали ему, и не только об этом. То есть, были моменты тяжелые в его жизни, и вот иногда местами, когда читаешь дневники, чувствуется такой эмоциональный порыв именно от литературы, от того, как это написано. Да. Вот не очень, конечно, радостные вы рассказываете вещи, но как и жизнь его не была уж такой радостной. в общем-то, она была очень тяжелой. Да. Спасибо. Пожалуйста. Наталья Александровна, ну, я передаю слово Шмельковой, Наталье Александровне, и мы начнем с того, ну, как продолжим, как бы, вот Галина вас попросила рассказать, как вы увидели. Музей? Да. Ну, я-то с Виндиктом Боисовичем была 3 года знакома, общалась с ним практически регулярно, все время, если бы там была, в Царицыно. Там жили его друзья, Мельников, да, и он там написал Василий Розов «Глазом эксцентриков», по просьбе вот этой самой Светланы Мельникова. Вот, этот знаменитый дом, сейчас она осталась практически два деревянных дома, уже все снесли, естественно, претендуется власти на этот дом, там прекрасно сад, участок. Ну, это, в общем-то, очень известно, хотя бы даже потому, что там жил Бунин, Муромцева, они сейчас повесили доску, что в этом доме жил, и работал Бенедикт Тарафеев, открыли эту доску, приглашали в телевидение, в общем, такой дом исторический. И там на первом этаже действительно есть музей, там и фотографии, тут же Бунин, и Муромцева, и ее отец, и так далее, и так далее. И они хотят там сделать естественный музей, Арафеева. Они меня туда пригласили, более того, приехали ко мне домой с телевидением. Но сначала это была такая инсценировка. У меня много книг Арафеева, разные издания, немецкая, английская, французская, много мне Галя подарила, много и сам он. Вот, они мне просто сказали, мы вас не просим совсем, совсем, ну, на ты мне называют, но хотя бы, вот, сделайте вид, что вы все подарите. Говорю, конечно. И вот, значит, телевидение, они приехали ко мне домой, стою перед камерой, значит, с гневными глазами, кричу, что я там протестую, что вы этот дом знаменитый сносили, и вместо него там поставили какой-то, этот, терем, много русских, пошлой, здесь должен быть музей, лично я, весь свой архив. Значит, отдам вам, вытаскивайте все книги, брозовь их на диван, они вот так летят, как шары, образовалась целая куча. Ну, вот, и то же самое, я повторила у них, в «Царицын», примерно, тот же самый сюжет, но я им сказала, а впрочем, сцены, сцены, выдумки, выдумками, ну, так, в общем-то, и может быть, а почему бы и нет, будет музей, и все, что у меня есть, я вообще все отдам, и книги, потом, у меня есть, афиши с автографами, инсценировки, его спектакли в разных театрах, он шел у Беляковича на юго-западе, и это, наверное, театр на Малой Бронной, в театре университета у Славу Утина, вот, и в провинциальных театрах, ну, не говоря уже о заграничках, в Лондоне, например, шла в Альпурге, и в ночь, тоже есть афиша. Ну, и рисунки, вообще для музея материала очень много ведь, да, но нужно, конечно, помещение, не какая-то комната в петушках, это не помещение для музея, и потом, помимо, власти очень препятствуют созданию музея, потому что каждому хочется быть первым, а что они там вообще ирофим знают, они его там вообще не любят, вот, и не читали. в петушках, да, вот, когда был знаменитый поезд, Москва-электричка, там вас просто негодовали, вот, приехали пьяные все на электричке, и они были шокированы, но вот сейчас, когда был юбилей, было, все прекрасно, они все устроили, так, немножко все прочувствовали, оценили, и сейчас хотят даже что-то такое делать, вот, ну, и в то же время они одновременно мешают, потому что они стали делать это музей Ерофеева в петушках, ну, и, в общем, конечно, там наляпали, знаете, пришлось там много просто убирать, что-то переделывать, снимать, потому что они не располагают ни материалом, ничем, но это разве что вот Галя Ерофеева это поправила, выручила, привезла много книг из зарубежных изданий, там некоторые фотографии, так что какая-то основа была заложена, и, в общем-то, это было событием, потому что многие приехали из Москвы, тоже Корки, которого упоминали здесь Виктор, и все, в общем-то, были довольны, посмотрели, на лишний раз на снимки, на книги, пообщались, отметили, и радостно поехали в Москву. А что касается литературного музея, Галя, я думаю, тут какое-то все-таки недоразумение, они очень хотели это сделать, тут что-то такое произошло, непонятно, совершенно, может быть, он не расслышал, Ерофеев, перепутал, может быть, как он Теремеев, я не знаю, но мне это в голову просто, я знаю, этого человека, он, по-моему, не директор, они очень хотели, они очень любят такие выставки, вот я у них была на выставке посвященная Платонова, изумительная была выставка, тоже любили Платонова, вот, ну, в общем, вот так, тоже, кажется, музея, а Террицын, конечно, надо отстаивать, вот вы же сами говорите, чем больше музеев, тем лучше, почему бы и нет, почему обязательно в одной точке. Ну да, конечно, но, может быть, вы расскажете немного о своем творчестве, вот, меня, знаете, заинтересовал вопрос, вот, у вас здесь начинается вот этот рассказ, мои беседы с Альбом Толстым, но только это не мои, как вы говорите, я сильно дула знакомую. С кем? С Толстым. Извините, я перебила, я пошутила, что, Я пошутила, вас перебила, извините. Не, ради бога, перебивать, просто по теме, но я и не думал, я вам не инкриминировал этого сакраментального знакомства с Альбом Николаевичем, но вот подобного рода воспоминаний, их очень много происходит в реальной жизни. Ну, мне даже рассказывали про одного, ну, не к ночи, будь сказано, космонавта, летающего в этом мире высоком, который во время полета вообще ничего не делал, потому что его напарник его ревновал, там повесил куда-то на гвоздь, там связал, а когда вернулся, тому приходилось везде рассказывать, как он летал в космосе, вот, случай жизни. А вот мне интересно вообще, привлечение вот такого материала, вот, что вас заставляет не только сочинить такой рассказ, но и предложить именно его для публикации. А я его не предлагала. А как это получилось? Для меня это, между прочим, сюрприз. Может, это и не ваш рассказ? это и не ваш рассказ? Нет, рассказ мой, но я думала, что я пришла сегодня на собрание. А, понятно. в собрании еще будет собрание, еще выплачу. Я перепугалась. Почему перепугалась? У меня тут везет психиатр, который приглашает родителей. Для меня это неожиданно. Я тебе рассказывала, он 20-30 лет назад. Откуда он сюда попал? Ну, если мое творчество, если можно его называть, творчество, вообще по профессии геохимик, я кандидат науку, писала я всегда. Вот, как вы сказали, все писали стихи, я тоже, так сказать, это делала с детства. А потом я, значит, стала писать прозу. И в основном рассказывала, в основном юмористические. А что вы смеетесь? А потому что вы все микрофон отодвигаете от себя. Ну, не потому что я такой юморист по натуре, а потому что просто сама жизнь подсказывала, подсовывала мне всякие очень смешные сюжеты. И, в общем, все мои рассказы, которые я на барскала, в юность, они все сугубо реалистические. И абсолютно ничего не придумала. Вот в этом рассказе, мои беседы с Лём Толстым, с Толстым, здесь сколько строчек? Строчек 7-8, да? Да. Здесь придумана одна строчка, концовка. Потому что сюжет этого рассказа, мне рассказывала, я дружила очень здоровую Луговского Владимира, поэта. И она мне рассказывала, Наташа, ты представляешь, с Володенькой был такой случай. Вот он шел, ему было 4 года, и вот навстречу шел Толстой, Суфья Андреевна, и Толстой на него посмотрел, сказал, мальчик, вынь палец из носа. Ну, а я допридумала, что-то была первая, тогда Луговского я заменила Курочкиным, естественно, зачем сравнить Луговского, покойный шумно сковорял, а я его заменила Курочкиным. Вы имеете поэтом виду Луговского? Поэт, да, это он, Курочкин. Вот, а допридумал просто две строчки, что-то была первая и последняя встреча маленького Курочкина с великим русским писателем, но его книга моя, беседа с Лим Толстым, увидел свет, так что я уже не помню. Да, но вы просто зафиксировали... Вот это как анекдот можно воспринимать, но это не анекдот, это рассказ, в общем, это рассказ. Нет, это вы, значит, вот такую хлестоковщину вы просто зафиксировали в виде очень короткого такого оригинального рассказа. да приду его в конец. Курочкина, Луговского заменила Курочкина и придумал, что написал книгу. И я не случайно это придумала, потому что действительно очень много людей, писателей, которые раз в жизни увидят такую знаменитость, а потом там 10-100 мов пишут, как они дружили, общались, друг друга любили. Ну, вы знаете, это... Так что, на месте смысл такой вот, кроме техих... Ну, вы знаете, это просто общественное явление. Вот, например, мне рассказывали, вот такая Христоковщина, что в Волгограде, который раньше назывался Сталинград, там, значит, ежегодно происходили встречи ветеранов войны, которые там воевали, и почти все погибли, но сколько-то выжило. И они там встречались. Они все, конечно, друг друга знали. И там разразился грандиозный скандал из-за того, что среди них оказался некий обковнский деятель, который, значит, выдавал себя, значит, за генерала, но который в то время среди них служил. Но оказалось, что ему в это время было пять лет. По документам. Ему пять лет. Ну, а эти, которые приезжают, они говорят, у нас такого не было, по спискам посмотрели, и решили с ним познакомиться. Ну, и все это выпало в коммунистические времена, на поверхность. И, ну, типичная Христоковщина такая. Вот, был знаком с Толстым. Лично, значит, участвовал в таком-то... И это заслуживает вообще целого романа, как мне кажется, в духе Стерна. Да, конечно. Но обязательно. Я вас просто прошу об этом. Обязательно. Спасибо, Наталья Александровна. И, Дмитрий Юрьевич, мы переходим к завершению нашей сегодняшней беседы. И я хочу вас... Если вы хотите что-то еще рассказать, то я вас прошу это сделать. Или же, если вы этого не хотите, то просто почитать стихи свои. Ну, стихи это громко сказано. Ну, почему? Потому что в этом альмонахе... Ну, не обязательно из альмонаха. Да. Здесь как раз я заканчиваю антологию одного стихотворения. Вот это я могу прочитать, потому что я вроде вижу. Вот еще. А хотел просто добавить, что вот Наталья Шмелькова, у нее был такой эпизод, может, она его и забыла, потому что теперь книги все больше уходит в внутребежных языках, но когда вышла жизнь как депутатура красного, за которую заплатили, по-моему, 300 долларов, я позвонил приятельнице из нее, Наталья. Привезли 2000 экземпляров. Ой, нет, 3000 евро. Да, нет, евро заплатили? Да, по-моему, да. Нет, нет, первое, первое издание, наше, наше. А, у нас же 300 долларов. 300 долларов. В Каризе. И как бы вот мы коснулись этого вопроса, потому что воспоминания уникальны, всех людей она знала, и не потому что ковыряла у нас вопросы, проводила. Записи изо дня в день, что конкретно с кем бывало, с тем же Губановым, например. И так вышло, что они все достаточно на слуху. Вот. И вот эта книга, которая приехала туда в Нью-Йорк, ее просто еще раз издали, неуведомив автора. Я не знаю, может, договор так был составлен, что один раз мы ему платим 300 долларов, потом 10 раз издаем, там, Нью-Йорк, Париж направляем. А деньги уже наши. Ну, так вот это поле деятельности, о котором Надя так подробно говорила, и даже если сейчас в интернете там права защищены, оно вообще как бы на передовой экстрима. нет. То есть, если человек действительно что-то делает, то это могут себя перехватить. Вот таким образом. Наташа говорит, да нет, тут весь тираж разошелся в Москве. Она говорит, да они краской, а я захожу в эту лавку в Нью-Йорке, они пахнут краской. Еще, вот только что. И не только, вот у Нины Давыдовой, допустим, 10 раз переиздавали ее путеводитель Москва 2000. В школах на внеклассное чтение его давали 10 тысяч каждый тираж. Ей 500 должен выплатить, но чуть побольше. И все, это, так сказать, уходит в песок, пока срок не кончится, и автор не сможет снова этими правами воспользоваться. Поэтому как-то в тени, просто говоря, не стал эту тему развивать, остается вот этот вопрос, что есть реальные наследники, которые, реальные люди, которые видели, да, а процесс идет сбоку, покасательный. Вот. Большое спасибо, что вот оценили эту композицию, потому что когда-то Союз начинал с устных журналов. То есть, в общем, в устной форме на концертов вот в тех же вот в конце 80-х годов. Феликс Лебедик такой вот у нас сейчас он есть, его всегда он хорошо знает, он тогда вел «Зеленые лампы», он в качестве ведущего проводил эти концерты, и это действительно был устный журнал. И мы сейчас к этой форме вернулись, и кажется, удачей, потому что если издавать чисто поэтический альманах, а мы так делали, вот, это не находит спроса, потому что раскрыли стихи, здесь стихи, там стихи, везде стихи. нет, это не нужно. Если издавать только прозву, тоже вот такого спроса не нашлось. А если подумать о разделах, вот, например, Наташа опубликовала разделе «Нешуточные страницы», где не большими буквами, а шуточные маленькими. Поэтому здесь, помимо смеха, здесь есть еще такая суровая правда жизни. С тем же самым психиатром, там тоже перипетия те еще. Вы имеете в виду рассказ «Визит психиатра»? Да, да, я имею в виду, так как это, да, как бы, человек, который пишет, он уже, как бы, у родителей, по крайней мере, вызывает тревогу. Что с ним делать, куда его послать? Вот, это же не показатель психиатра. Футбол не играет, а все равно что-то пишет. За хозяйством, как здесь правильно написано о Пушкине, за хозяйством совершенно не следил, в своих деревнях, а только вот немножко посидит, сразу бросает, потому что управляющий его обманывает, никто не слушается, и сразу начинает писать стихи. Вот, ну и, скажем, вот если говорить о других разделах, так вот бегло, например, «Имена и символы эпохи» от Ирина Багретёва Мухронели, опыт прочтения египетской марки Мандельштама. Просто замечательное произведение, но, что ее нет. Если Юлия Красовская как эту тему подняла, так во сне, то это Мандельштам, реальный Мандельштам, который зашифровал все, что можно было зашифровать в своем произведении, и спустя много лет, литературовед, расшифровал, что уже на самом деле говорил. Например, там, «Прислуга пошла в костюм», а в костюмах в то время было соответствующее отделение охранки. она пошла стучать. Ну, и почти вся вот эта египетская марка так написана, а потому что только что расстреляли Гумилёва, вот первого председателя нашего союза, вернее, второго блока, был первый. О чем она тоже там пишет и расшифровывает его имя и сокращение соответствий. И получается так, что он не отказался от своей самой сильной привязанности и поэтической, и дружеской. Вот. И как бы настоящая литература, она так получается, что в парадных рядах она никогда не проходила по Красной площади. Вот она какими-то другими катакомбами. Но это может и не требовать, что по Красной площади прямо уж в парадных рядах. Да. Ну, не войска же какие-то. Ну, вот здесь еще мы продолжили, например, Татьяну Лобашкову из неопубликованного К.Р. в кавычках из дневника великого князя Константина Романова. Это тоже дневники. Вот они начали как бы их публиковать. Ну, даже вот у нас первый монах вышел спустя 90 лет после того, как было написано завещание. 2007 года. В 17-м было написано завещание, где было сказано через 90 лет опубликовать. Ну, конечно, залезали в архивы, но вот так в согласии с завещанием это впервые сделал Таня Лобашкова. Она очень скрупулезно работала над этим вопросом. И это очень интересно, потому что крупный поэт, как выяснилось, не просто царского рода, переводчик, допустим, того же знаменитого монолога Гамлета «Тубио, но Туби», который никто из известных, а в России хорошей школы перевода, не мог правильно перевести. Там есть такое одно место «Туда и услить, но умереть, уснуть, не более того». То есть для человека царских кровей через 90 лет опубликовать это нормально. Именно он мог перевести правильно «Умереть, уснуть, не более того». Без всякой фантазии. Это нормально было. У него было другое объемное мышление. Он был очень религиозен, поэтому ему это было понравилось. Ну, да. Ну, вот у Юрия Проскурякова группа у нашего уважаемого ведущего группа, школа «Течение и объединение». Вот это тоже одна из основных тем в предыдущем альманахе словесности. У нас Юрий Поляков, главный редактор газеты, дал нам материалы, как я был поэтом. Вот он описывает вот эти самые семинары. Тогда еще блогов не было, интернета не было, это все вживую было. И он называет это «Избиение поэтического младенца». Когда там выходит человек, его собственные друзья, с которыми только что они где-то распили бутылку в подворотне, начинает костить с жесткой конкуренцией. Кстати, я с ним тоже в этом семинаре четыре года учился, нам выдали свидетельство, что мы уже никакие не левые, а правые имеем право в преподавании. И потом сам уже ввел литературное объединение. И вот вы поднимаете эту тему чрезвычайно интересную. Мы сейчас все просто набросились и стали выяснять, ну что, скорее всего, вообще-то литература за исключением одиночек, она вот таким образом мышма через какие-то группы, и тем более в России. Ну, знаете, вот есть один момент, о котором я там не написал, это же было, собственно, я не писал никакую статью, я вам отправил некое предложение в союз литераторов, оно там и заканчивается, ну, с обзором и обоснованием этого предложения. Но я потом размышлял на эту тему, почему, собственно говоря, вот тогда эти группы возникали сами по себе, их же никто не провоцировал, там, каких-нибудь терпионов, братьев, но они сами возникали, и сами они сближались, и они представляли, все-таки объединяло их эстетическое намерение, некое чувство общности эстетической, но этого мало. Дело в том, что для того, чтобы возникла группа, необходимо очень высокое мышление людей, забота обо всем, и вот только тогда они могут эстетически объединиться. А когда они думают о том, что вот я такой-то замечательный автор, и этого недостаточно для большой литературы, потому что один человек может создать уникальное произведение, это бывает, но он не может стать фактом национального самосознания, и вот для этого нужна группа, а чтобы группа сформировалась, уже необходимо, чтобы у людей, которые в неё входят, было такое самосознание, иначе, если это самосознание отсутствует, то группа не может быть создана, у них не возникает общего эстетического намерения, потому что если есть политическое намерение, которое объединяет людей в группы, религиозное намерение, которое объединяет людей в группы, то эстетическое намерение, это отдельное намерение, которое тоже касается всех людей, всех людей касается, и когда акмисты, скажем, на вершине находящейся, они обращаются, Они обращаются ко всему, к нации фактически, со своим предложением. Льефовцы обращаются со своим, пролеткульт обращается со своим. Все они обращаются, пусть оно правильно или неправильно, не нам судить. Точнее, мы сейчас уже задним числом можем об этом судить, но в текущем литературном процессе мы не можем определить с точки зрения правильности и неправильности. Но само по себе это действие может сформироваться, только когда есть общность интересов, охватывающая нацию у каждого, кто входит в группу. И вот тогда их начинает объединять эстетическое нации. Они придают этому эстетическую форму, которая им родственна. Если этой эстетической формы нет, то и никто друг другу не близок, и все по отдельности, то это не становится фактом национального самосознания. И не может стать, потому что оно туда не обращается. И современная литература, я не знаю, я знакомый с зарубежной литературой, с нашей, она во многом ориентирована на то, что писатель рассчитывает на то, что его будет читать профессиональный читатель. И он обращается не ко всей нации. У него нет национального самосознания, эстетического национального сознания. У него есть обращение к кому-то, к референтной группе. Вот эти меня поймут, например. Вот этим я буду близок. Ну пусть она даже... Или это коммерческий чистый интерес. Вот это будет продаваться, мне за это заплатят вот столько-то. И я буду это делать. Потому что за это хорошо платят. Или там как-то платят, вот если за 300 долларов, например. Ну заплатили, спасибо, да? Как написал один критик, в Москве заработок 300 долларов для большинства литераторов и критиков является желанным фетишем. Это то, к чему он хочет стремиться, он хочет достичь вот этого замечательного положения. Понимаете? Либо такая ориентация, но об этой ориентации мы вообще не говорим, либо ориентация на референтные группы. А референтные группы – это небольшие группы профессиональных читателей или профессиональных критиков, профессиональных литературоведов, которые вникают, разбираются друг на другом, переписываются. Вот как в Австралии. Там всё в университетах. И даже вот я читал одну книгу австралийских писателей. Там они берут, вот они работают все в одном университете, все эти писатели. Их человек 20. И вот они берут, один написал рассказ. А после этого все эти 20 человек от каждого персонажа этой книги, этого рассказа, пишут свой рассказ. Но он выглядит уже по-другому. Он там другое видел, там нечто другое происходило, по-другому объяснены события. И всё это собирается вместе. И вот получается вот эта вот самая профессиональная литература, которую кто-то читает. Есть, конечно, потребители, но это как курьёзный факт. А есть потребители и для этого. Но для того, чтобы возникло эстетическое намерение, этого недостаточно. Да, это так, конечно. Конечно. Недаром вот в своей Нобелевской лекции Брунский так и сказал, что эстетика первичней этики. И очень долго никто не мог понять, почему это так. Ну, если последний вот штрих для завершения. Сразу после визита к психиатру. Вот такое призоическое, поэтическое произведение. Называется оно «Икар». Прошу обратить внимание на концепцию. Стоит мужик на крыше дома, В рубахе, чуть прикрывшись рам. За ним техничка, тётя Тома. Но как он оказался там? Икар назвал художник сценку. На жёлтый двухэтажный дом, На тётю Томину коленку. Гляжу, застыв с раскрытым ртом, Мне нравится татуировка. Икар от кисти до локтя. На нём к рту сидит неловко. Большое, божье дитя. А этот парень, что Икара нарисовал на полотне, Его красавица Тамара Ещё не раз приснятся мне. И узкий жёлоб водосточный, Куда уже ступил дружок, И этот беспощадный, точный, Без крыльев за спиной прыжак. Спасибо, Петр Юрьевич. На этой высокой ноте мы заканчиваем. До свидания. И продолжаем нашу деятельность. Немножко времени.